Дмитрий Владимирович Гергард Дмитрий Владимирович Гергард В рамках широкой магистратуры выстроены следующим образом. Первый модуль посвящен базовой подготовке в области менеджмента. Даже если у вас нет профильного образования в области менеджмента, вы его можете получить. И начиная со второго модуля уже начинается междисциплинарная подготовка и начало подготовки в рамках одного профессионального трека в зависимости от того, какой трек вы выбираете. Это, соответственно, второй, четвертый модуль первого года обучения и последующие модули на второй год обучения. Всего у нас в рамках широкой магистратуры четыре трека. Первый трек — это трек управления проектами. Второй трек — менеджмент в индустрии впечатлений. Третий трек — это смарт-маркетинг. И четвертый трек — это HR-технологии и аналитика. Меня зовут Дмитрий Владимирович Гергерт. И кроме того, что я являюсь академическим руководителем всей широкой магистратуры управления развитием бизнеса, я также руковожу отдельным треком, который называется «Управление проектами». И сейчас я вам про него расскажу. Наш трек готовит специалистов нового типа, таких специалистов, которые способны решать проектные задачи, осуществлять управление проектами на всех стадиях реализации этого проекта, принимать эффективные решения по внедрению этих проектов, по ресурсному и организационному обеспечению, осуществлять комплексное планирование портфеля проектов компаний с целью достижения устойчивого развития этой компании. Навыки проектного управления увеличивают конкурентоспособность специалистов в любой сфере. Соответственно, наш трек соединяет в себе стратегический менеджмент, операционный менеджмент, прикладные финансы, вывод новых продуктов на рынок, управление персоналом и многие другие аспекты, которые связаны с проектной деятельностью. В отличие от коротких программ, которые предлагаются на рынке, наша программа и наш трек предполагают, что вы получаете базовое системное образование в сочетании с прикладными дисциплинами. Соответственно, наш выпускник умеет не только применять инструменты, которые изучены в рамках каких-то прикладных аспектов, но также может их сам создавать или изменять в зависимости от конкретной ситуации и от конкретного проекта. Один из важных аспектов нашего трека заключается в том, что мы формируем базовые компетенции, то есть так называемые hard skills, знания инструментов и стандартов, например, в области проектного управления. Но также мы занимаемся развитием soft skills, то есть командная работа, public speaking, для того, чтобы наш выпускник имел возможность применять эти инструменты на практике, коммуницируя с коллегами в командах. На наш взгляд, быть проектным менеджером – это история про то, что мы не боимся задач любой сложности. Соответственно, технология, которую мы даем в рамках нашего трека, заключается в том, что есть набор базовых навыков проектного управления, которые получает наш выпускник, плюс инструментальные навыки, то есть навыки работы с конкретными инструментами в практических условиях. Ну и те самые soft skills или гибкие навыки, то есть это сквозные надпрофессиональные навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность. Как и во многих треках, обучение на нашем треке строится из некоего набора дисциплин, то есть есть базовые дисциплины проектного менеджмента, которые включают в себя вопросы управления проектами, программами и портфелями проектов, стратегии, экономические аспекты, инвестиционный анализ. Есть набор базовых проектных навыков, то есть это, например, такие дисциплины, как управление командой проекта, дизайн-менеджмент. И есть набор дисциплин, которые вы получаете непосредственно для понимания инструментов и специализации. То есть это управление продуктами, управление проектами, это модерация и фасилитация как технология организационного развития и проектного управления. Это и маркетинговые аспекты в целом и управление проектами, и вопросы управления продуктами. Ключевой компонент обучения на наши программы – это работа с проектами. Работа над проектами ведется, как и на многих треках, через глубокое погружение наших магистрантов в реальные задачи заказчиков. Достаточно большой перечень проектов уже реализован, и с нами работают такие практики, которые связаны с разработкой новых проектов, запуском стартапов, проектной деятельностью в рамках действующих предприятий и многое другое. У нас есть некие примеры проектов, которые представлены на слайдах. Мы совместно с нашими студентами делаем проекты в промышленности, в IT-сфере и телеком-индустрии, в госсекторе и городском развитии, и во многих других аспектах деятельности компаний и регионов. Преподавателями нашей программы являются как наши коллеги, которые имеют знания публикации по тематике проектного управления, так и практики, которые работают в реальном секторе. Часть из этих практиков являются выпускниками нашей программы. Где и кем работают выпускники трека управления проектами? Это высокотехнологичные компании, как Пермского края, так и всей России. Это промышленные и торговые компании, это банковский сектор. И выпускники трека, вы можете посмотреть на слайде, они не обязательно занимают должность именно менеджера проекта. У нас как-то в последнее время выпускники занимают больше какие-то позиции, связанные с разработкой продуктов. То есть достаточно широкая сфера применения навыков и компетенций наших выпускников. Что бы я рекомендовал сделать сейчас для того, чтобы подготовиться к поступлению? Это два онлайн-курса. В первую очередь я бы рекомендовал это тем абитуриентам, у которых нет экономического или менеджериального образования. Это дисциплина управления проектами на платформе открытое образование. И это дисциплина основы проектного планирования и менеджмента на английском языке. Она преподается на платформе Курсера. Если у вас возникают какие-то вопросы по нашему треку, вы можете написать на почту. И, соответственно, я вам отвечу на эти вопросы. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Шестакова Екатерина Николаевна. Я руководитель трека «Менеджмент в индустрии впечатлений». В прошлом у нас была магистратура по экономике впечатлений, но сфера впечатлений сама по себе очень динамично меняется. И в нашей программе мы в большей степени делаем акцент на менеджмент. Наш трек готовит специалистов, которые обладают действительно комплексными знаниями по нескольким направлениям. Это прежде всего музейная сфера, событийная и туристическая. Каким образом организовано наше обучение? Прежде всего, хотелось бы отметить, что среди русскоязычных направлений «Менеджмент в индустрии впечатлений» в Перми является действительно уникальным треком. Подобных треков вы не можете встретить в других регионах России. Сразу хотелось бы подчеркнуть, что программа, которая существует в Санкт-Петербурге, является полностью англоязычной. У нас же специфика заключается в русскоязычном направлении изучения тех или иных предметов. Мы делаем акцент на практикоориентированное обучение. Студенты очень часто проходят практику в различных культурных институциях. Это касается музеев, туроператорских компаний. Вообще следует отметить, что часть занятий у нас проходит вне аудитории. Это могут быть как здания театра, так и музея. И различные туристические маршруты тоже нам притягательны в качестве площадки для изучения тех или иных компетенций. Мы используем интерактивные формы обучения. Это не просто стандартные лекции, семинары. Это еще и деловые, ролевые игры. Мы знаем, что такое геймификация. И кроме того, наши студенты особенно увлекаются практическими занятиями, которые проходят как в турфирмах, на туристических маршрутах, так же в музеях и теперь уже даже в театрах. Что касается туристических проектов, все они носят в основном прикладной научно-исследовательский характер. Мы активно взаимодействуем с туроператорами и музеями Пермского края. Среди наших партнеров также Министерство по туризму Пермского региона. Мы активно занимаемся изучением экотуризма. В частности, наши студенты провели интересное масштабное исследование по маркетинговому профилю экотуризма в сотрудничестве с заповедником Босеги, Карадагским и другими заповедниками России. Что касается направлений исследования, они действительно самые разнообразные. Вот здесь вот как раз на этих слайдах мы можем увидеть наших партнеров, в том числе и заповедник Босеги. И следует отметить, что у нас также активно развиваются музейные проекты. Так, например, в свое время музейный проект Хохловка-Линза времени получил очень много признаний на всероссийском уровне. В прошлом году совместно с Пермским краеведческим музеем мы провели исследование музейной аудитории. И результаты данного исследования также были высоко оценены как на всероссийском, так и на международном уровне. В данный момент мы занимаемся модернизацией экскурсии в необычном корпоративном музее Газнака. И нашим партнером выступает сам Газнак. Также очень высокие отзывы у экспертов получил проект PromStory совместно с корпоративным музеем «Бермские моторы». Это целая серия мероприятий, в том числе и создание очень интересного фильма. Следует подчеркнуть, что все эти проекты выполняются при активном участии наших студентов в сотрудничестве с крупнейшими заказчиками как регионы, так и других регионов. На этом слайде вы можете увидеть проект ревитализации промышленного наследия, который мы выполняли совместно с музеем «Ретро-Гараж». Много разнообразных исследовательских проектов. Мы понимаем, что сфера внутреннего туризма динамично развивается. Поэтому мы уделяем внимание исследованию инклюзивного, детского, активного, гастро-этно-туризма, молодежного туризма. И сейчас тоже направление, которое особенно привлекательно, это арктический туризм. В будущем мы надеемся также заниматься изучением космического туризма. Кому будет полезен этот трек? Прежде всего, это специалистам, которые уже работают в сфере индустрии впечатлений, но понимают, что они стремятся к получению новых знаний, новых компетенций. Они стремятся получить комплексный подход. Здесь надо отметить, что у нас работают преподаватели практики разных сфер. Это и туроператорская сфера, и музейная, и событийная, и театральная. Каждый раз, проходя тот или иной курс, ты знакомишься с спикером, с экспертом, и можешь посмотреть на музейные или туристические события с совершенно нового ракурса. В этом плане наша программа интересна. Мы стараемся представить комплексный взгляд на события, либо на явления сферы индустрии впечатлений. Также наш трек может быть интересен выпускникам бакалавриата различного профиля. Здесь у нас нет ограничений по направлениям обучения с базовым уровнем. Итак, давайте поговорим об учебном плане на первом курсе. Что же мы будем изучать? Прежде всего, мы уделяем внимание маркетингу в индустрии впечатлений и брендированию территорий. Также особое значение имеет потребительское поведение в культурном туризме и его трансформации в последние годы. Внутренний туризм динамично развивается. Многие туроператорские компании увеличивают успешно свои обороты не только в два раза, но некоторые даже в 16 и 24 раза. Поэтому мы уделяем внимание актуальным трендам развития внутреннего туризма. Также мы учим студентов создавать уникальные, интересные авторские туристические продукты, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке. Новый для нас курс – это музейный менеджмент. Здесь акцент делается на современных подходах в управлении музеями. В том числе мы поговорим об инновационных технологиях в музейной сфере. Ну и, конечно, следует уделить внимание цифровым и мультимедийным технологиям в экономике впечатлений. Что касается второго курса и его учебного плана. Здесь внимание уделяется событийному менеджменту, театральному менеджменту, арт-менеджменту и также новый для нас курс – это брендинг городов. Театральный менеджмент – это новое, необычное для нас направление. В этом году наши студенты успешно завершили этот курс под руководством Егора Мухина, директора театра «Театр». И в дальнейшем мы планируем продолжать сотрудничество с театральными институциями. В частности, студенты говорили о маркетинговых стратегиях в театральном менеджменте, о том, как взаимодействовать со зрителями, о том, как удерживать их внимание, как работать с театральной базой данных. И многие другие аспекты их ждут в рамках этого увлекательного курса. Также подчеркну, что часть занятий проходили прямо в здании театра, и у наших студентов была возможность посетить самые современные и интересные спектакли. На нашей программе работают преподаватели практики. Среди них следует отдельно отметить директоров музеев. Например, Юлия Борисовна Тавризиан, директор Пермской художественной галереи, заместитель директора Пермской художественной галереи Ольга Витальевна Старцева, Татьяна Петровна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея, Юлия Владимировна Глазырина, это заместитель директора Пермского краеведческого музея. Также мы уже вспоминали о том, что Егор Мухин, директор театра театра, ведет отдельный курс. Среди практиков следует отметить и Марию Лямину, и Павла Сергеевича Шеринкина. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что наравне с преподавателями практиками, также отдельное внимание уделяется и преподавателям, которые являются сотрудниками Высшей школы экономики. Каковы же партнеры нашего трека в Перми? Это Пермский краеведческий музей, включая все его филиалы, Пермская художественная галерея, Музей современного искусства Пермамы. Кстати, наш выпускник, студент в прошлом нашей программы, недавно стал заместителем директора Музея современного искусства Пермамы. Театр-театр, Министерство туризма, туроператорские компании нашего региона и соседних регионов, музеи, вузы. Можно долго перечислять партнеры в трека как в Пермском крае, так и в России. Например, мы взаимодействуем с Мурманским арктическим университетом. Среди наших партнеров можно отметить также Балтийский федеральный университет. Ну и наш давний любимый партнер — это музей-заповедник «Судакская крепость», где наши студенты на протяжении многих лет проходили практику. Кем работают наши выпускники? Среди них, безусловно, это руководители собственных туроператорских компаний, руководители музеев как государственных, так и корпоративных. Это заместители директора крупных институций, в частности, это могут быть музейные направления. Я уже проговорю о том, что один из выпускников недавно стал заместителем директора Музея современного искусства «Пермомэ», но и при этом одна из наших выпускниц была также заместителем директора Кунгурской ледяной пещеры. Направления самые разнообразные, они действительно увлекательные, и каждый найдет для себя то, что ему действительно интересно. Что можно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к поступлениям? Во-первых, посмотреть онлайн-курс по экономике впечатлений. Во-вторых, прочитать сборник Всероссийской конференции по экономике впечатлений. И следует подчеркнуть, что в этом году у нас в октябре месяце планируется очередная конференция по экономике впечатлений. Мы с радостью приглашаем вас к участию в качестве слушателей или, может быть, в качестве докладчиков. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Пишите нам, звоните, обращайтесь. До новых встреч! Всем добрый день! Меня зовут Зарипова Юлия Олеговна, и я представляю профессиональный трек «Смарт-маркетинг» в рамках широкой магистратуры управления развитием бизнеса. Наша программа готовит маркетологов нового поколения, умеющих сочетать знания строгих наук и креативный подход, а также готовых принимать решения, основанные на анализе больших данных. Я сама закончила эту программу два года назад, сейчас безумно благодарна преподавателям за полученные знания и делаю все, чтобы нашим студентам было комфортно и интересно учиться. Наша магистратура сейчас единственная в России программа по маркинговой аналитике, чем мы, конечно же, очень гордимся. Обучение выстроено по принципу «learning by doing». Уже на первом курсе наши студенты реализуют проекты для реальных пермских и российских компаний под руководством опытных экспертов-практиков. Например, разрабатывают программы лояльности, выводят новые продукты на рынок, разрабатывают маркетинговые стратегии и монетизируют сервисы. Мы проводим исследования ради результата, который будет полезен не только академическому сообществу, но и представителям бизнес-среды. Смарт-маркетинг — это мощный троплин для погружения в серьезную маркетинговую аналитику. Давайте рассмотрим наш учебный план. Первый семестр адаптационный и междисциплинарный. Студенты изучают дисциплины разных профессиональных треков, например, HR-технологии, экономику впечатлений, маркетинговые стратегии и стратегии в менеджменте. На втором семестре происходит погружение в специальность. Мы изучаем поведение и психологию потребителя, прикладной анализ рынка, ведение в интернет-маркетинг и также нейромаркетинг. Если вы когда-нибудь хотели узнать, как исследование мозга с использованием альтрекинга и электроэнцефалографии помогает принимать качественные маркетинговые решения, приходите к нам, обязательно вас этому научим. Третий семестр аналитический. Студенты учатся анализировать маркетинговые коммуникации с использованием языка проформирования Python, изучают интернет-маркетинг уже на углубленном уровне, учатся управлять взаимоотношениями с клиентами, а также учат брендинг и бренд-коммуникации. Дисциплина преподается на английском языке. На четвертом курсе мы сконцентрируемся на подготовке и защите магистерской диссертации. И как раз уже в конце второго курса вы доказываете, что вы стали маркетологом-аналитиком и защищаете свою выпускную квалификационную работу. Спектр тем наших магистерских диссертаций очень широк. От модели прогнозирования эффективности маркетинговых компаний до проведения нейромаркетинговых исследований, которые помогают нам выводить новые продукты на рынок. У нас всего существует три типа магистерских диссертаций. Первая — академическая, когда вы ищете пробел в исследованиях ваших предшественников. Прикладная, то есть проектная, когда вы решаете конкретную управленческую задачку компании. И также проектная портфолио, если вы уже много лет работаете в профессии, агрегируете все свои исследовательские проекты и учитесь экстраполировать их результаты на смежной отрасли и рынке. Преподаватели НИУ в Шапельм — это наша гордость. Средний возраст 35 лет, все являются кандидатами наук или готовятся к защите своих диссертаций. Вы встретите здесь экспертов в области изучения поведения потребителей, нейробиологии, маркетинговых коммуникаций, анализа данных и проведения маркетинговых исследований. Также у нас есть преподаватели практики, их процент на программе составляет примерно 40. Здесь вы встретите, например, Александра Плешивых, который является сейчас директором по маркетингу в компании «Умная логистика». Он ведет у студентов проектный семинар. Алексей Богдановский, генеральный директор интернет-агентства «Амада», ведет у наших студентов вводный курс по интернет-маркетингу. Или, например, Елену Берлин и Евжению Нелюбину, которые ведут у нас курс по брендингу и бренд-коммуникациям. На нашу программу можно поступить с самым разным бакалаврским бэкграундом — техническим, экономическим, социально-гуманитарным. Наши выпускники работают в России и за рубежом. Среди выпускников программы уже 16 директоров по маркетингу и развитию бизнеса. Вы можете реализоваться в профессии уже во время обучения или сразу после выпуска из магистратуры. Наши выпускники занимают должности маркетинговых аналитиков, дата-аналитиков, бренд-менеджеров и директоров по маркетингу в самых разных отраслях — IT, ритейле, банковской сфере и телекоммуникациях. Также ребят можно часто встретить в компаниях, которые активно ведут свою деятельность в диджитал-среде. Среди ключевых работодателей — Яндекс, Теледва, умный маркетинг, Галилео Скай, Тойота и многие другие. Если у вас остались вопросы по поступлению и обучению, смело обращайтесь ко мне на рабочую почту. Буду рада вам помочь. Ждем вас в нашем профессиональном треке. До скорых встреч. Добрый день. Меня зовут Марина Васильевна Полосухина. Я являюсь академическим наставником трека в широкой магистратуре, HR-технологии и аналитика. Этот трек новый в рамках широкой магистратуры. Разрабатывая концепцию трека для магистратуры, трека HR-технологии, мы ориентировались на современные требования рынка труда. Обучаясь на треке, наши студенты узнают о современных трендах, об актуальных трендах управления человеческими ресурсами. Они могут использовать эти тренды в своей деятельности, в своей профессиональной деятельности HR-менеджеров. Этот трек ориентирован на аналитическую и исследовательскую работу в области управления человеческими ресурсами. Выпускники трека смогут эффективно решать практические задачи в управлении человеческими ресурсами и профессионально строить ролевые модели для повышения результативности бизнеса. Основными ключевыми дисциплинами данного трека являются следующие дисциплины. Базовая дисциплина, с которой начинается обучение в магистратуре, это дисциплина HR-технологии. Это вводная дисциплина, которая будет рассказывать о современных трендах HR, о перспективах и практиках, востребованных на рынке труда. Следующая дисциплина, которая отражает специфику HR-деятельности, это моделирование корпоративной культуры и талент-менеджмент. В рамках данного курса магистранты посмотрят на персонал как на ключевой актив компании, изучат инструменты моделирования корпоративной культуры, а также узнают, как привлекать и развивать таланты, оценивать их эффективность. Следующая дисциплина, которая будет представлена на нашем треке, это развитие soft skills персонала. По современным исследованиям, soft skills – это те навыки, которые востребованы сегодня современной компанией, это те навыки, которые делают наш персонал успешным в профессиональной деятельности. Об этом мы поговорим на этом курсе. В рамках дисциплины управления HR-брендом мы посмотрим на компанию как на бренд. Мы посмотрим на инструменты и модели построения эффективного HR-бренда работодателя. Мы поговорим о внутренних и внешних коммуникациях. Дальше, более детально, в рамках дисциплины performance management и HR-аналитика мы изучим современные подходы к анализу HR-данных и принятию решений на их основе. Еще одна дисциплина, которую мы будем изучать в рамках нашего трека, это управленческое и карьерное консультирование. Это курс о формах и видах управленческого консультирования. И отдельно мы будем разговаривать о карьерном консультировании сотрудников в рамках работы в компании. Наш трек – это прикладной трек. Наши выпускники после окончания обучения смогут решать следующие практические задачи. Они могут эффективно диагностировать процессы, диагностировать организационную структуру, они смогут диагностировать корпоративную культуру и на основе диагностики выстраивать процессы по сопровождению и развитию компании. Они смогут выстраивать индивидуальные образовательные траектории для сотрудников компании, разрабатывать обучающие программы для различных категорий персонала. И, конечно же, будут способны решать коммуникационные задачи, связанные с информированием, с вовлеченностью сотрудников в деятельность компании, а также они будут уметь создавать программы по поддержке организационных изменений. Чем мы интересны и как мы будем обучать в рамках нашего трека? В рамках трека мы будем использовать современные образовательные технологии. Это практика ориентированной технологии и практики. Гимификация, игропрактика, проблемные интерактивные семинары, проектные семинары, деловые и бизнес-игры. Ну и, конечно же, мы будем использовать совместную работу с партнерами, компаниями и решать практические кейсы наших партнеров. Трек HR-технологии «Современные тренды и практики» — это новый трек. Какие же возможные прикладные исследовательские проекты могут реализовывать наши студенты? Мы можем реализовывать проекты, связанные с развитием HR-бренда работодателя. Одна из востребованных тем, которую также мы предлагаем для реализации, — это тема гимификации бизнес-процессов. Ну и, конечно же, темы проектов, связанные с ключевыми практиками в сфере управления человеческими ресурсами, оценка вовлеченности, разработка показателей эффективности, моделирование корпоративной культуры и разработка описания процессов рекруетмента персонала. На данном слайде вы можете видеть преподавателей Трека HR-технологии. Преподавательский состав — это профессионалы в своей области, это представители Высшей школы экономики, а также преподаватели практики, которые смогут поделиться своими рабочими профессиональными кейсами и сделать обучение наших студентов интересным и прикладным. Как может выстраиваться карьерная траектория наших студентов после окончания магистрской программы? Выпускники Трека смогут строить профессиональную карьеру на всех уровнях управления в компании и, конечно же, могут выстраивать траекторию HR-бизнес-партнера компании для реализации ее профессиональных задач. Мы готовим универсальных специалистов, которые могут работать как руководителями подразделениями, функциональными специалистами, консультантами, аналитиками в сфере HR-деятельности, ну и, конечно же, быть исследователями и исследователями практики. Что сейчас вы уже можете сделать для того, чтобы подготовиться к поступлению? Ну, во-первых, вы можете пройти обучающий онлайн-курс, курс Высшей школы экономики управления человеческими ресурсами на платформе «Открытое образование». Этот курс будет полезен, если на текущий момент у вас нет профильного образования в сфере менеджмента и экономики. Также для того, чтобы окунуться в атмосферу HR-деятельности, вы можете читать профессиональную литературу и подписаться на профессиональные телеграм-каналы, которые вы видите сейчас на слайде. Например, читать специализированные медиа в сфере управления человеческими ресурсами, ну, например, такое, как развитие человеческого потенциала или HR-медиа. Если у вас возникнут вопросы по наполнению программы, по организационным моментам по поступлению, на слайде вы видите мои координаты. Руководитель трека HR-технологий, современные практики и тренды, Марина Васильевна Полосухина. Итак, каким же образом поступить на нашу образовательную программу? У вас есть две основные возможности. Первая возможность — это конкурс «Портфолио», и вторая — это участие в Олимпиадах. Соответственно, сейчас я чуть более подробно расскажу про каждую из этих возможностей. Конкурс «Портфолио» представляет из себя, ну, в первую очередь, оценку ваших накопленных навыков, знаний, компетенций, выраженных через какие-то цифровые подтверждения. По конкурсу «Портфолио» вы можете набрать максимум 100 баллов из 100 возможных. Структура «Портфолио» представлена на слайде, и более подробно вы можете с ней ознакомиться, перейдя по QR-коду на этом слайде или на сайте Высшей школы экономики в Перми. Соответственно, кроме того, что вы сдаете нам документы, которые подтверждают ваши предыдущие достижения, вы еще пишете эссе и мотивационное письмо. Примеры тем эссе, которые мы принимаем в 2023 году, представлены на слайде. Соответственно, в зависимости от того, какой трек вы выбираете, вы также выбираете тему эссе, которую пишете дома и издаете в рамках конкурсного портфолио. И мы заранее их, соответственно, проверяем. Что касается олимпиад. На слайде представлено два вида олимпиад, достижения, по которым мы принимаем в качестве вступительных испытаний. Это Олимпиада студентов и выпускников Высшая лига и Всероссийская студенческая олимпиада Я профессионал. Также вы можете обратить внимание на слайде, что достаточно широкий набор специальностей, профессий, концентраций по каждой из олимпиад. Вы можете представить, как вступительные испытания, как результат вступительных испытаний на нашу программу. Более подробно также вы можете ознакомиться с особенностями поступления по Олимпиаде, перейдя по ссылке через QR-код, ну или также на нашем сайте в разделе «Приемная комиссия». Что касается мест и конкурса. Всего на программе 65 бюджетных мест и 10 мест с оплатой вашего обучения самостоятельно. При этом надо понимать, что 65 бюджетных мест, они выделяются на все 4 профессиональных трека, и распределение по трекам происходит по результатам вступительных испытаний. Также хотелось бы сказать о том, что стоимость обучения на программе, это для тех, кто не имеет возможность поступить на бюджетное место, составляет 170 тысяч рублей в год. При этом предусмотрена система скидок, и вы можете получить скидки до 70%. С положением о скидках вы также можете более детально ознакомиться на сайте Высшей школы экономики в Перми. Если у вас возникают какие-то вопросы по поступлению, по процедуре поступления, то на слайде приведены контакты приемной комиссии, то есть вы можете позвонить по телефону, или написать на почту, или выйти в группу абитуриентов в социальной сети ВКонтакте. Если же у вас возникают какие-то вопросы по конкретному треку или трекам, то я бы рекомендовал эти вопросы адресовать непосредственно руководителям каждого из этих треков. Спасибо, мы вас ждем. Продолжение следует...